Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке, который называется Ужасный Крик Грэнни, Страшный Фредди. Ну, вы помните эту игру, мы в неё совсем недавно играли, сейчас, в принципе, я выберу Dark Mode. Вот, на Normal Mode я уже побаловался, вообще на Изи прошёл, вот такой вот у нас страшненький, ага, звук пилы, я выберу Изи, но я поставлю Extra Locks, чтобы были какие-то дополнительные эти головоломки, посмотрим, что они будут из себя представлять, но нужно помнить, тогда мы сорвали джекпот. Вот, получить в самом начале Weapon K, а потом застрелить этого Чубрика на Изи каждый раз, когда, застреливать, точнее, каждый раз, когда он ко мне подходит, это было вообще прекрасно. Ну, сейчас мне попалась какая-то фигня, ага, ну, я слышу, он уже пришёл сам сюда, а нет, смотри-ка, жертву сейчас рубанёт. О-о-о, чёрт, ох ты, блин, аж крутится экран. О-о-о, чёрт, она на мостик встала, нормально. Так, окей, вылезай. Ё-май. Тихо. Этот Чубрик идёт, блин, ну с ним будет посложнее, тут крови так много. Вон он идёт, 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 слышно его. Блин. Ну, тут другие люди бегают, это вообще очень интересно, на самом деле. Так. О-ох ты, блин. Вот это неждан, конечно, я думал, что он в соседней комнате, он, оказывается, именно ко мне близко очень был. Ну, ладно, фиг с ним, сейчас, короче, я сделаю очень по-хитрому. Я сразу выйду и сразу побегу. Все двери буду по дороге открывать, стараться как можно чаще. Мне сейчас надо... Ох ты, блин, я забыл совсем про это. Ох ты, пол скрипит. Вот это страшное дело. Ох ты, ё-моё, блин, иди-ка ты нафиг. Я понял, я понял вас. Игра-то совсем офигела, видать. Так. Окей, ну у меня есть хитрая тактика. Пожалуйста, беги как можно быстрее. Мне подсказали в комментариях, что этого чубрика можно там закрыть. Если что, мы это намутим. Патроны есть в вебанке и нет. Тяжелая, конечно, история. Опа. Я слышу уже. Прекрасного-то человечка. Но у меня вот вопрос. А я его закрыть должен именно как трупа, что ли? Чтобы он потом не выбрался. Попробуем, короче, наверное. Ох, тихо. Вы офигели, блин, так пугать? С ума что ли сошли? Вот, кстати, этот как раз-таки знак. Я его еще потом в интернете отдельно нашел. Офигел немного. Так. Ладно, тут сейчас скрипнет, по-моему. Так. Ой, вон он. Вон он, вон он. Тихо, 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 тихо. Дружбанчик, дружбанчик. Ходи, ходи. У меня все хорошо, ты меня не трогай. Опа. Тихо. Это уже плохо было. Надо дропнуть и взять новое. Он сейчас сюда должен прийти, наверное. Молоток, а куда же этот молоток-то? Он так-то не особо куда применяется-то, по идее. Здорово. Вот мне нравится, что в этой игре нет никаких багов. И тебя сквозь вот эти вот все стены никто не может достать. Это прям прекрасно. Неожиданно для меня у меня вылетела, ребята, игра, но ничего страшного. Я буду впредь меньше нажимать на одну кнопочку, которая, в принципе, тут играет, оказывается, какую-то роль все-таки. Ага. Спасибо, что поскрипела. И к нам уже идет наш любимый чувачок. Забегает девочка, которую нафиг сейчас перерубают тут. Кровяка, аж игра начинает лагать. И вот она падает. Ну, наш чел в этот момент, он просто вообще в шоке. И кран весь трясется. Вот посмотрите, это я не трогаю вообще. Вот это жестко. Это реально просто-напросто жестко. Так. Ох ты, блин, я все это забываю постоянно. Так. Окей. Ну, в принципе, я... Ой-ой. Ага, вон он. Блин, он бежит прямо на меня. Ё-моё, тут еще пошумел. Это во двойне опасно. Нет, он сейчас побежит не с удачной стороны для меня. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не боимся ничего. Просто идем. Как будто бы я смелый. Как будто бы... Как будто бы... Китчен Кей. Прекрасная новость. Я беру и иду тогда. На эту китчен. Ох ты, блин, основу я забыл про этого чубрика. Бегает, тут носится... Ох ты, блин! Офигеть! Откуда? Я не знаю, где это. Вот тогда вот уже этого не было. Так что тут вообще какая-то жесть происходит. Тут какой-то кот! Ребят, кот нашел! 616! Нормально так-то. Там еще что-то я видел на этом. На... Столике. Хух, надо сейчас собраться. Со столика все вот это забрать. Иди отсюда, давай! Здоровенная туша, блин. С бензопилой. Кот куда-нибудь юзаним в любом случае. Но мне... Вот моя сейчас главная цель найти вэпон-кей. Либо там с монтировочкой. Опа. Подожди-ка. Что-то мне кажется, он как-то очень близко. Он позади меня, конечно. Мне сейчас главное в капкан не попасть. Так что это? Вэпон-кей! Ребята, мы просто в шоколаде на самом деле. Мы просто в шоколаде, потому что сейчас я выйду отсюда. Ах ты ж, блин, а. Порой игра бывает очень жестока. Тетеньку убьют сейчас? Или, по-моему, меня сейчас убьют? Ё-моё, бежим быстрее! Пока этот чебурек за мной не успел. Тихо! Ох ты, он там появил! Их двое! Ё-моё, что мне делать? Быстрее, быстрее, быстрее! Тихо. Закрываемся. Всё, меня тут нет. Всё, иди нафиг. Вот это было очень опасно. Он с одной стороны рубил, с другой стороны бежал за мной. Что мне делать-то было надо вообще? Жесть. Что тут написано? Тут написано... Короче, какая-то фигня нарисованная. Ладно. Я сказал то, что мы сейчас в шоколаде, но... Ох ты, блин, тут скрипящий пол. Это прям капец, как неприятно. Мне отсюда же крайне тяжело будет убегать. Смотри, он прибежал туда. Так, ладно. То есть я могу тут до бесконечности скрипеть? Ха, давай вали отсюда. Надеюсь, сейчас он не будет скрипеть больше, этот пол. Ах ты, как он капкан-то поставил, а? Вот гад, а. Вот же гад. Но... Тихо. Если я не ошибаюсь, там, короче, сбоку... Ага, в одной из комнат есть... Вот, ё-моё. Ну что ж ты, дебил, пол, а делаешь? Что за издевательство? Почему этот чубрик сам в капканы не попадает, а? Он понаставил тут капканов, мне из этой комнаты потом вообще, походу, не выйти. Как он медленно ходит, а когда меня увидит, сразу как этот... Какой-то Соник Икс начинает за тобой нестись. Это, конечно, не очень приятная история. Ждём тогда его телепортации, потом я сразу бегу вниз. Там забираю пушку и, короче, лишаю его головы, наверное. Что-то типа того. Так, всё. Ага, ну всё, зашибись. По-моему, я тут труп. Тут как бы однозначно. Тут капканы просто на каждом шагу. В принципе. А нет, вот смотрите, они пропадают. Но на входе я не знаю, пропадёт ли там капкан. Он может быть... Как может быть, так и не может быть. Тут вообще... Конечно, спорный момент. Но в этой комнате он меня закрыл надолго, я чувствую. Ну чё, ребят, погнали. Задолвал он уже. Сидит меня тут, караулит. Ничего не сделаешь, блин. Дышать хотя бы-то можно, и то радует. Всё, погнали вниз. Ну всё. Ах, ты ж гад, он здесь. Чёрт. Чёрт, чёрт, чёрт. Так, ладно. Подглядим немножечко. Так. Стопарики. Нет, он точно здесь? Нет. Он не здесь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опасные двери, опасные. Очень причём опасные. Ну, короче, смотри, у меня есть план. Достаточно интересный. Сейчас попробуем мы его реализовать. А, хотя стоп, у меня не получится, наверное. Дропаем, берём. Я сразу кучу патрончиков себе забираю сюда. Ну чё? Теперь тут я, батя, чувак. Ты попал. Мне надо топливо найти, короче. Его грохнуть вон там и закрыть нафиг. Это будет вообще годно. Так, ладно, он идёт там. Я его пока убивать, наверное, не буду. Не хочу патрон тратить просто так. Так, это же бред всё-таки. Ага, он пришёл как раз-таки сюда. Блин, ребят, я вот сейчас ползу по этой вентиляции. Мне кажется, что тогда, вот когда я играл в нормалай режиме, а не дарк, тут не было вообще вот этой крови. Что-то вот прям реально достаточно криповая версия становится именно в режиме с этим мясником. Ах ты. Блин, смотри-ка. Вот такие вот порой вылезают фигни. Это же капец как страхово. Откуда ни возьмись просто. Ладно, у меня есть пушка. Это прекрасная новость. Сейчас я его вырублю тогда, когда он будет вблизи примерно. После этого начну, наверное, искать как-то что-то. Продвигаться немножечко. Ох ты, гад. Нифига. Вы посмотрите просто. Это жесть. Так, ладно, окей. Он уходит. Давайте за ним проследим. Что он будет делать, интересно. Ага, смотри, он меня даже не заметил. Но если... Тихо. Он поднимается. Если резко, короче, что-нибудь тут подо мной так скрипнет, то разворот у него такой же будет резкий. И мне, скорее всего, кирдык будет. Я так думаю. Так, ладно, поднимаемся тут без паль... Ё-моё. Нет, ну я ведь говорил, их двое нафиг. Их нафиг двое. Бегают, тут ходят чубрики. Веселятся со мной. Ах ты, блин, тупой стул. Иди нафиг. Ты со мной пойдёшь, ну... Опа. А вот это было красиво. Нифига. Нормально так можно было, что ли? Прикол получился какой-то. Ну ладно, бывает, видать. Сюда не проберёмся. Блин, как же это тупо то, что у меня нет пока что монтировки. Надо её срочно найти. Здесь какая-то чёрная кровь вообще. Бывает. Может быть, что-то не прогрузилось. Сейчас проверим, можно ли. Ах ты, нет. Чё, блин? В эту комнату невозможно попасть. Чё за разводка? Офигеть. Он, если даже в этой комнате появляется, тогда мне точно кирдык. Ну что, ребят, по-моему, сейчас я в тупике. Тут пошумел стул. Он однозначно бежит ко мне. Так что, прощай. Офигенчик. Отдохни, чучело-миучело. Всё, погнали, работаем, ребят. В направлении, короче... Ух ты, да-да-да, не боимся уже. А хотя этих, может быть, же двое дебилов. Тут надо... Опа. Подлокей. Тут надо быть очень аккуратным. Ладно, я тогда быстро сейчас возьму. Только потом надо будет сюда обратно вернуться за пушкой. Пушка-то важная тема. Я его сейчас убил. Но ему ничего не мешает телепортироваться. Какой-то ещё дичь вытворять. Это он могёт, конечно. Тут не поспоришь. Экстра локс. Это я, наверное, что-то погорячился, мне кажется. Я тут не такой ещё спец, чтобы вытворять такие крутые мувы в этой игре. Тут третьего этажа нет, случайно. А то, мало ли, мне придётся ещё помучиться. Эти страшные звуки из картин, из комнат. Это просто вот вообще жесть. Это реально вообще жесть. Он тут прям лежит. Ё-моё. Получается, и возродится он тоже тут. Ну, нужно быть готовым к этому. И сразу отстрелить ему башку, если чё. Я закрою тебя. Ах, не получилось. Ну, пофигу. Вниз тогда чё? Нет пока что смысла спускаться, я думаю. Сейчас не джекпот, конечно, но всё же в Эпенке я нашёл. Это прекрасная новость. О! Чё ещё нашёл? Это тоже хорошо. Давайте возьмём. И пойдём заправим ту штуку. И потом уже его будет полегче там закрыть, я думаю. Ох, нифига себе ты тихий, конечно, дружбан. Так. Чё там? Ещё какой-то. Смотри, смотри, смотри. Он там вроде бы рубил только что. Ладно, я восстановил, в общем-то. Сейчас надо беспалевно вернуться. Чё-то всё открывается, закрывается. Я в шоке. Так, ладно, сбросили. Взяли и быстро бежим. Пока этот не пришёл. Потому что он может успеть. Всё отлично. Никого нет. Прикинь, что сейчас внизу меня ждёт. Я офигею, конечно. Тут ещё двери так резко могут открыться. Это ещё опаснее. Ладно, я восстановил электричество. Короче, в чём тема? Мы сейчас бросаем. Он прибегает сюда. По идее. Ой, тут что-то сверху. А, нет, мне показалось. Как будто бы светилось что-то. Так, он сейчас, короче, сюда прибежит. Но главное, чтобы он меня тут не закрыл. Вот что может быть самым опасным. Во-во-во, бежит, бежит, бежит. Отлично. Я в голову целиться не буду. Это опасно достаточно. Опа. Отдохни, дружбан. Вот сейчас-то тебе точно будет по кайфу тут полежать. Оу, да. Оу, да, ребята. Давай, отдыхай. Ух ты, блин. Столько халявного времени сейчас у меня есть. Бутылки какие-то валяются. Ну, они стандартно тут всегда валяются. Так, а вот там мне надо будет перерубить потом. Я хожу с пушкой. Это мера безопасности, так сказать. Может многое произойти внезапно. Из-за этого как бы пушка всегда под рукой. Это очень важно. Так, тут еще кто-то бегает. Здесь я все проверил. На кухне что еще я оставил? Вот молоток очень хорошая вещь. Сейчас я заюзаю сразу во всех местах тогда, где нужно. Там еще что-то было? Вроде как. Тут проверим давайте быстренько. Ну, тут ничего вроде как нет. Ага, пусто абсолютно. Сейчас проверим здесь что ли. Тоже ничего. Ну, открывай. Ага, ничего нет. Ну, ладно. Че, че? Кто тебя там? Ага, здорово. Так. Это ломаем. Блин, эти звуки, они мне не дают покоя. Просто капец. Они постоянно... Брынг, бринг, бринг, бринг. Какая-то фигня. Нет, а прикиньте, этот чубрик-то оживет и начнет все-таки движуху нормальную. Я офигею, конечно, тогда. Ага, подожди. Тут еще вот кот есть. Сейчас я его возьму. Просто мне вот реально вы сказали то, что, ну, как бы... Можно от него так закрыться. Но если он сейчас встанет и будет двигаться, это будет капец как не круто. А, блин, это как в Грэне сделали, да? Чтобы брончала фигня. Электричество такое. Все-таки я пока что не убедился на 100% в том, что он там застрял. Я буду ходить дальше с пушкой. Это очень опасно. Так, это все подсвечивается у нас по-прежнему. Я вот в этих комнатках еще много чего недопроверил. Здесь вроде все. Вот тут вот, кстати говоря, надо... О, спасибо, что для меня открыли. Это, наверное, должно было быть резко. Но я не испугался. Вниз. Нет, вниз нам не надо пока. Блин, а где же монтировка-то тогда? Нет, смотри-ка. А реально? По-моему, 2 минуты уже прошло, а он все еще не тут. Прям хорошо. Мне нравится, честно говоря. Когда ты кайфуешь так. И ходишь тут один. Можно, конечно, сходить вниз и проверить. О, нет. О, нет. Я это слышал, ребят. И мне явно не показалось. Так, ну окей. Здорово, э! Погнали за мной тогда. Сейчас я снова там закрою. Хотя, мне кажется, ты меня можешь успеть догнать. Так что тут нужно быть на чеку. Одновременно. Нет, ну вроде как я его там закрыл. Но что-то он как-то ожил. К сожалению, огромному. Это было, конечно, не столь приятное зрелище. Давайте здесь бросим снова. Хотя, что-то, когда я тут бросаю, он не прибегает нифига. А нет, смотри-ка, бежит вроде. Ох ты, е-мое, нифига себе. Вот он меня тут почему не закрывает? Это тоже странно достаточно. Нет, ну по-моему, он, кстати, подольше тут все-таки посидел тогда. Ну тут написано 120 секунд. Но это старая надпись, типа, от того, что я пушкой в него стрельнул. Непонятно. Так, ладно. Тут тоже ничего нет. Почему-то с ключами сейчас проблемы начались. Ничего дальше нет. Нужно где-то что-то находить, искать. Но это какая-то проблема. Нет, ребят, все-таки он снова ожил. Живучий гаденыш. Ладно, спущусь я туда вот сюда вниз. Это, конечно, ни к чему хорошему не приведет. Я целый дом уже обошел. Честно говоря, даже не знаю, где могут быть кусачки. Где ломик. Ну вообще нужно начинать, наверное, с ломика все-таки. Потому что от него тут открываются многие двери. А, стоп. А вы помните, что... А, нет, этот рычаг-то был тоже с помощью ломика надо. Блин. Ну тут сейчас все на ломике, просто говоря, завязано. Так. Ага, отдохни давай. У меня остается еще 4 минуты, по идее. За эти 4 минуты я должен успеть как-то все это реализовать. Ну ладно, давайте дальше искать. Блин, ребят, короче, я что-то не понимаю, в чем прикол. Но я уже дом проверил просто вдоль и поперек каждый шкафчик. Каждую полочку все проверил. Но лома нигде нет. У меня сейчас все завязано тупо на нем. То есть благодаря нему у меня открывается и подвал. И благодаря нему, наверное, будут находиться кусачки. Главный ключ. То есть вот тупо я не знаю, что сделать. У меня было очень много времени. Я реально все исследовал, но я не могу найти. Напишите, пожалуйста, в комменты, может быть, я где-то слепой не увидел. Или что-то типа того. Ну просто какая-то жесть, понимаете? То, что вот, ну, в реале не могу найти. Замучился. Замучился, по сути. Как будто бы, ну не знаю, забагалось, может, что-то типа того. Ох, нифига себе он тут понаставил. Ох ты, ё-моё. Ну тут я трупецкий. Пусть он меня убьет тогда. Откуда вообще убивать будет? Хотя я мог бы успеть, кстати. Ладно, пусть он меня убьет. Давайте сейчас еще раз по-быстрому пробежимся по дому. Кстати, он меня еще ни разу не убивал. Но если не считать тот раз, когда у меня вылетело, в принципе. Но мы его считать не будем, потому что у меня тогда вылетело. Так, ладно. Начинаем, в принципе, движуху. Ну, вот не подумайте, что я какой-то там идиот или что-то типа того. Я, ну, просто реально говорю вам. Все, что мог, я проверил. Я не понимаю, почему не могу найти. Просто-напросто не понимаю. Как будто бы, ну, баг какой-то произошел. Вот, ну, других объяснений у меня нет, по идее. Тут вот как будто бы реально так и получилось. То есть, я проверил вдоль и поперек все. Ну, где-то, чтобы он еще был спрятан, я не знаю. Ну, просто я этих мест, наверное, не знаю. Чего-то недопонимаю. То есть, эти закрытые шкафчики, я их тоже все проверил. Специально закрыл, чтобы знать, что я их проверил. То есть, ну, не знаю. Вот честно. Я каждую мелочь постарался углядеть, посмотреть. Почему нет? Фиг его знает, блин. А прикиньте, блин, на самом деле, вот в этой комнате, которая открывается только с помощью этого ломика, будет как раз этот ломик. Я офигею. Ну, такое тоже может быть. Но, ребят, тут в любом случае я уже ничего не могу сделать. Поиграли, конечно, за шибон. В некоторых моментах я все равно пугался, но я уже потихоньку привыкаю к этой игре. И думаю, в следующий раз я все-таки пройду. Ну, напишите в комментах, как вот лучше с экстралокс, без экстралокс. Просто я подумал то, что я спец в этой игре уже. После прошлого раза то, что я там прошел. И могу на экстралокс попробовать. Но что-то, как-то, знаете, получилось не особо удачно. Ладно, ребят, на этом все. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok